Факультет компьютерных наук не рекомендует вам работать во время учебы. Почему? А кто тогда будет бороться с искусственным интеллектом, когда он начнет захватывать мир? Как у вас дела обстоят? Язык, математики. Точки просто рисуйте, пишите меточку, там, Петя, Вася. Дальше рисуйте, ребрами соединяйте, кто с ним знаком. А может человек, похожий на меня, распоролить мой телефон? Да, безусловно, есть такая вероятность. Ну, вы такой аналитик, на самом деле, акциональный математический аналитик. Пока я себе это не читаю. Валентин, это компьютерная наука и анализ данных, это первый бакалавриат в формате онлайн в России, который, в общем, готовит по направлению Data Science. Как вам кажется, стоит ли вообще сейчас обучаться на Data Science, если есть такие уже механизмы, как ChatGPT, который вроде как может за вас все сделать или почти все? Конечно, да. Потому что я позволю себе шутку, которую прямо перед этим подкастом пошутил мой друг. А кто тогда будет бороться с искусственным интеллектом, когда он начнет захватывать мир? Я все-таки считаю, что это просто технологии новые, которые появляются в нашем мире. И каждый раз, когда новая технология появляется, она вызывает некоторую тревогу. Но все-таки нужно понимать, что она создана для того, чтобы помогать людям. Она уже помогает. И нужно ее просто использовать. И нужно научиться ей пользоваться. И как раз, скорее всего, это просто скоро очень быстро станет must-have, уметь пользоваться вот такими вещами. И вообще в высшей школе экономики на каждой программе, вообще на всех программах без исключения, ведется курс Data Culture. То есть, наверное, если перевести на русский, это компьютерная грамотность. Этот курс подразумевает как раз изучение вот таких стандартных дисциплин, как анализ данных и машинное обучение стандартных. Как бы звучит уже необычно, но они станут стандартными скоро. Скоро все... Довышки это стандартные дисциплины. Да, вот они уже становятся стандартными. Они преподаются любым факультетом, например, юристам. Да, вот это все понадобится знать и уметь, и использовать, самое главное. И это будет внедряться во все сферы нашей жизни. Вот, в том числе и чат GPT, как новая технология, будет внедряться во все сферы нашей жизни. Вот, нужны будут те, кто это как бы создают, те, кто это грамотно использует, те, кто это адаптирует, те, кто это контролирует, конечно, они будут востребованы. А просто это будет то, что часть нашей работы с нас снимет и предоставит нам свободное время для того, чтобы делать что-то более важное, что-то более умное. Но для этого, конечно, нужно быть более умным, более важным. И учиться у нас. И учиться. Хорошо. А вы сказали о том, что эта технология помогает студентам. А если студенты начнут списывать, например, с помощью чата GPT? Ну, во-первых, самое первое, все-таки пока очень заметно, ну, точнее, можно прямо обучить сеть, чтобы она научилась отличать то, что сгенерировано сетью. И это такая задача довольно очевидная. То есть просто сделать сетку, которая отличает работу, написанную студентом, от работы, написанную не студентом. И второе, ну, надо на самом деле менять элементы контроля, потому что, да, наверное, вот такой метод на какое-то время будет хорошо работать потом, может быть, менее эффективно. Но на самом деле просто, ну, значит, нужны другие элементы контроля. Если здесь сейчас человек уже менее эффективен, менее нужен для того, чтобы написать какую-то вещь, которая может за него написать чат GPT, например, то тогда, то тогда нужно учить его чему-то новому, потому что когда он станет уже практикующим специалистом, вот эта часть дела за него будет делать чат GPT. Ему не нужно будет ее уметь делать. То есть как вот калькулятор, да, считать в уме не надо, прямо идеально. Нужно уметь это делать, нужно знать, как это происходит. Но если у вас есть калькулятор, то вряд ли сейчас в университетах... Сложно представить, что сейчас бы в университетах на счетах заставляли учить, как там решать примеры. Ну нет, но дают более высокоуровневые знания, да. Дмитрий, вы студент уже второго курса. Уже это что так. Да, расскажите, как, почему вы выбрали эту программу? Ну, знакомство с вышкой у меня получилось еще в классе 10. Я выбирал его как приоритетный вуз для поступления, были еще парочку, и мне вообще порекомендовал брат приклонной математикой и информатикой, он выпускник приклонной математики и информатики. В тот год, уже 2021-й, появилась в компьютерной науке анализ данных программа из-за ковида, как мы помним. И какая была вообще особенность этой программы, что она онлайн, и при этом вмещает в себя программу, тесно связанную с приклонной математикой и информатикой, что мне и хотелось. Я долго выбирал, что мне лучше по МИИ, ну, это наша приклонная математика и информатика, или КНАТ, компьютерной науки, анализ данных. Взвесив все за и против, я понял, что я хочу побольше уделять времени себе и своим каким-то амбициям, будущему, и хочу учиться именно в онлайн формате, потому что так у нее появляется больше времени. Вот поэтому я уже второкурсник на КНАДе. Ну, об онлайн формате мы еще обязательно поговорим, потому что действительно формат вызывает много вопросов, несомненно, нужно обсудить. Гордей, вы студент первого года. Как так, что случилось, что вы пришли на онлайн программу? Ну, вообще, я был учеником лицея превыш в школе экономики с девятого класса. Это был второй набор, как и здесь, на компьютерных навыках, анализ данных. И просто пока я учился в лице превышки, мне нравилось все, чем они занимаются. Все и студенты, на тот момент ученики, и преподавательский состав. У нас некоторые преподаватели сейчас ведут оттуда. И просто это все атмосфера, все люди. И просто это все нравилось мне. Поэтому я решил, что у меня так начертана дорога и поступил как раз сюда. А давайте еще поговорим про применимость ваших знаний, то есть про какие-то прикладные задачи, моменты. Ну, я бы сказал так, что питон для сбора и анализа данных и алгоритмы и структуры данных. Ну, приведите пример. Ну, питон для сбора и анализа данных я уже применял. В том числе в учебном центре Воронова нам организовали поездку, практику. Это было во время обучения? Это было, да, во время обучения. В июне в прошлом году, перед сессией, правда, у нас был интенсив-курс по методам машинного обучения, где мы применяли, в том числе, навыки, которые мы получили за третий модуль прошлого года. Вот Гордей сейчас только что его закончил. Я думаю, ему тоже курс этот понравился. Алгоритмные структуры данных, я скажу так, что их можно использовать при... точнее, их надо будет использовать при устройстве на работу в сфере IT. То есть, если вы хотите стать бэкэнд-разработчиком, там вот Яндекс на стажировке или на работу требует, чтобы вы умели решать алгоритмические задачи. В том числе, если вы не хотите быть бэкэнд-разработчиком, а хотите быть дата-инженером или специалистом по дата-сайенсу, вам все равно нужны будут алгоритмы. На втором курсе мне понравился курс теории вероятности математической статистики, у нас сейчас уже идет. Было сложно, но мне получилось его сдать на хорошую оценку. Я регулярно буду возвращаться к нему, чтобы подпитывать свои знания. И я бы хотел, наверное, уже больше переходить в дата-сайенс и практиковаться уже. А чем этот курс вам понравился, чем он вам помогает? Знаете, это как с курсом дискретной математики. Не знаю, расскажите. Ну, в курсе дискретной математики проходит теорию игр, если не ошибаюсь, комбинаторика, да, Валентин? Которую мы можем применить в реальной жизни. В теории вероятности также мы проходим те особенности, которые встречаются повсеместно. Это, не знаю, ну, вероятность того, что мы можем что-то предугадать на основе каких-то нибудь там данных. Но это уже из-за разряда машинного обучения. А так, в целом, что это такая наука, которую можно применить в реальной жизни. Вот когда математический анализ, он чуть-чуть абстрактный, но, наверное, не такой абстрактный, как алгебра, Валентин. Пожалуй, да. Там, где шифрование, вот это вот все. Шифрование тоже интересно, но применяется, мне кажется, не так много... люди не так много этим занимаются. То есть это какие-то прям высококлассные специалисты. Ну, вот одна из задач программы построить курсы так, чтобы выстроилось крепкое здание математики. И вот Дима затронул некоторые курсы математические. Да, действительно, есть более фундаментальные, те, которые в основании этого здания стоят. А на них уже строятся следующие этажи. Курс математического анализа, который, на самом деле, использует и дискретную математику, и основные идеи оттуда. Вот математическую логику, теорию множеств, да, вот эти все вещи, они нужны, алгебра нужна. Вот, но они все-таки стоят на уже этаже, который из логики дискретной математики. А теория вероятности — это один из самых высоких этажей издания математики, который использует больше всякого инструмента. И, пожалуй, самая прикладная область математики, действительно, теория вероятности — это то, что позволяет нам языком математики описать что-то, что мы не знаем, да, покорить неизведанное, да, заглянуть туда, где мы не знаем точной информации, потому что где нам нужна вероятность. Только когда мы не знаем точного ответа, и мы находим наиболее вероятный ответ, то есть мы, на самом деле, с вами покоряем такой неизведанный. И вот, действительно, для этого уже требуются инструменты, которые на всех предыдущих этажах здания математики были. И эти предыдущие этажи, они не по значимости, а вот по тому, кто где нужен, кто где нужен. Например, такое понятие, как сейчас у всех на слуху, это искусственный интеллект, это... Пока что у нас на первом курсе не так сильно... Ну, нам, бессловно, рассказывается про это, и нас готовят к тому, чтобы этим заниматься. Вот отличный предмет. Питон для сбора и анализа данных. Нас уже учат находить какие-то закономерности с помощью больших данных. Уже учат просто использовать и составлять данные, которые понадобятся потом для обучения вот этих вот моделей машинного обучения, с помощью которых можно делать самые разные вещи, от распознавания лица, предметов и много всего. Вот насколько я знаю Диму, есть небольшая история на эту тему. Про распознавание лица или... Да. Давайте все истории, Дима. Тогда у нас затянется подкаст. Ну, у меня вообще, помимо распознавания лица, это был проект от... Точнее, это был пройденный интенсив-курс от Жени Соколова, который, если не ошибаюсь, был в середине июля прошлого года. Его можно было зачесть как практику, но я для себя взял его как повышение квалификации, ну и попробовать что-то новое. У меня до этого в школе был проект индивидуальный, я решил себе выбрать распознавание текста с помощью нейросети. У меня тогда получилось распознавать латинские буквы. С кириллицей возникли, по-моему, трудности, потому что было немного набора данных, называется датасет, но потом получилось исправить это все. Что насчет распознавания лица? Я скажу так, что это достаточно популярная технология для безопасного какого-нибудь входа. Допустим, ваш телефон, ваше банковское приложение, домой, если входить. Применить можно где угодно, в том числе распознавать каких-то актеров. Ну, может быть, человек не может узнать, что это за актер на рисунке, он применяет алгоритм, и вот ему там пишут, что это, допустим, Брэд Питт. Ему столько-то лет. А нейросети научился определять. Не женат. Да. Нейросети умеют такое. Ну, я думаю, что это самые такие примитивные вещи, которые умеют нейросети. Мы уже затронули чат GPT, который может сделать... Ну, очень многое, что увеличивает вашу производительность, в том числе, то есть вы меньше тратите времени на поиск какой-то информации. В целом, распознание нейросетью лиц мне очень понравилось. Сам делать этот проект, потому что он, вот как вы спрашивали, прикладные какие-то проекты. Вот, пожалуйста, этот проект уже можно применять. Математический анализ, теория вероятности и МОДСТАТ. Это вот прям мои любимые предметы, хотя трудно дается. Ну, вы такой аналитик, на самом деле, да. Функциональный математический анализ. Так я себе это не читаю. Гордей, как у вас дела обстоят? То есть вы уже на третьем модуле почти заканчиваете первый год. Мне кажется, неплохо. У нас гораздо больше студентов, чем сейчас на втором курсе. У нас около 60. Не помню точную цифру, но ребят сейчас меньше 30. Там 20-25, по-моему. В общем, почти в два раза меньше. Ну, последующий набор всегда больше, поэтому это нормально. Да, некоторые люди из академического отпуска выходят и подобные вещи. В принципе, нас и больше ходят на пару. И думаю, лекции и все семинары проходят в более интерактивном формате. Не то, чтобы мы как-то используем необычные методы учебы. Просто больше людей вовлечены в урок, больше людей отвечают на семинарах, больше людей обсуждают материал. И из-за этого просто как будто бы интереснее сидеть на уроках, на лекциях. И мне все нравится. Вот я уже рассказал, какие предметы у нас были. Да, есть предметы, связанные с математикой. Тот же матанализ, который дается, я бы сказал, многим очень тяжело. Но, в принципе, очень много ребят справляются. Даже если не справляются, и у них некоторые проблемы, то все равно у них неплохо выходит. И у нас мало, в принципе, людей, у которых прям не вышло. Вот. И кроме матанализа, как уже поговорили, есть и другие математические дисциплины. В первом модуле у нас, вот, было еще две. Повторюсь, это дискретные математики, линейная алгебра. Но уже со второго модуля у нас гораздо больше программирования, чем математики, по моим ощущениям. И программирование прям серьезное. Мне кажется, после уже второго модуля, после прохождения полностью Питона и алгоритмовую структуру данных на Питоне, мне кажется, уже вполне можно идти куда-то стажироваться. Вот. Поэтому, я думаю, программа очень полезная. Очень много вещей можно из нее узнать. Очень отзывчивые преподаватели, которые тебе всегда помогут. И мне нравится программа сейчас, по крайней мере, что у нас было. Вы знаете, у многих, кто планирует поступление на онлайн-программу, особенно если это онлайн-бакалавриат, наверное, возникает вопрос о том, что если я что-то не пойму, я нахожусь онлайн, идут лекции по расписанию, занятия, кто мне может еще помочь? Так в реальной жизни я могу прийти, действительно, спросить у старосты или спросить глаза в глаза у преподавателя, что делать в формате онлайн с этим? Я старосты группы, и, в принципе, мне часто поступают вопросы подобные, и просто организационные, и связанные иногда с учебой, в принципе, в вышке во всей есть классная система того, что у нас есть учебные ассистенты, это студенты старше курсов, которые проверяют домашние задания, помогают преподавателям, и просто это всегда отзывчивые ребята, которые готовы ответить на все вопросы, помочь, даже не на учебный вопрос, просто поболтать с тобой. Вот. И, во-первых, они всегда могут тебе ответить, и сами преподаватели, всегда есть их контакты. Если ты даже не смог попасть на лекцию или семинар, ты можешь первым делом посмотреть лекцию и семинар. У нас всегда есть повторы. Это удобно. Сейчас все записывается и хранится. Да. И даже если ты вдруг пошел куда-то по необходимости, вдруг работать даже, то можно потом все пересмотреть, и если ты уже там не нашел ответа на вопрос, то задать их преподавателям, которые всегда на связи, даже иногда ночью не спят, трудятся, и готовы ответить. А я знаю, что есть еще система кураторства. Да. Вот я хотел дополнить тоже. Действительно, можно всегда задать вопрос преподавателю, можно задать семинаристу, можно лектору. Вот. Можно задать вопрос в чате, который я прошу преподавателей организовывать чаты в Телеграме, чтобы была такая коммуникация именно по конкретному курсу. И там можно задать вопрос, может быть, кто-то из одногруппников ответит. И, да, есть еще кураторы. Кураторы, которые в целом ответственны за какой-то курс, и вот им тоже можно задавать вопросы, и они тоже ответят. Вот на первом курсе у нас куратор Сергей Шорин, он как раз сейчас студент второго курса КНАД. А на втором курсе Данил Мячин, это преподаватель, вот, и он тоже уверен ответит на вопросы. Так что одни вы не останетесь. Валентина, тут мальчики в беседе сказали, о том, что, может быть, кто-то уже работает. Как мне всегда казалось, совмещать учебу в бакалавриате и работу, наверное, не так просто. Скажите ваше мнение как академического руководителя. Да. Все-таки, скорее, это то, что мы бы не рекомендовали. Вообще, в целом, факультет компьютерных наук не рекомендует вам работать во время учебы. Почему? Потому что, ну, это вот как такая игра. Вы сейчас вкладываете в себя, а потом эти знания, которые у вас есть, которые вы получили, они, возможно, с гораздо большей ценой вернутся вам. Вот. Но или можно, конечно, пойти работать, и тогда нужно понимать, что все-таки какая бы работа ни была, она все равно будет немножко отнимать от вашей учебы. У вас на факультете компьютерных наук море возможностей. Помимо обязательного курса, обязательных курсов, есть дополнительные курсы, можно взять больше курсов, можно ходить на факультативы, можно ходить на дополнительные какие-то занятия и получать еще и еще больше знаний. А дополнительный тоже мог быть формация онлайн? Да, да, конечно. Вот, кстати, факультативы. Я, когда, понятно, не все студенты записываются на факультативы, но когда студенты записываются на факультатив какой-то, я лично договорюсь с преподавателем о том, чтобы он обеспечил трансляцию. Вот. И, конечно, вот эти знания, которые вы можете получить, они могут быть потом очень для вас ценны. И у меня много раз так было, ну и вот в смысле мне знакомые много говорили про то, что вот, а помнишь вот того лектора, который вот у нас так скучно лекции читал, а вот представляешь, вот я сейчас работаю, мой знакомый, который работает в финансовом секторе, говорит, вот мне вот прям его брошюр, я ее сейчас перечитываю, вот это так нужно. А тогда это было непонятно, что это нужно. Ну и, конечно, когда, значит, на лекциях не всегда понятно, что это вот вам точно пригодится, а в ваших руках, чтобы это вам пригодилось. В ваших руках, чтобы это вам пригодилось. И лучше я рекомендую сделать пользу в сторону, выбор сделать в пользу себя, а потом уже поработать. Но, с другой стороны, конечно, работать можно, в принципе, работать можно. У нас работают, это вроде не очень легко работать, совмещать с учебой, но, тем не менее, некоторые наши студенты действительно работают. Валентин, а что, если студент работает по своему направлению, например? Допустим, он на первом курсе закончил, у него какая-то была база, может быть, до первого курса, а может, на первом курсе он взял какие-то еще факультативы или где-то подчеркнул информацию, и устроился, не знаю, в Яндекс, там, Тинькофф, еще куда-то работать, не знаю, дата-инженером. А на втором курсе он, получается, он получает и коммерческий опыт, и теоретически, когда учится, но, наверное, нужно и правильно совмещать по времени. Ну, вот, хороший, действительно, вопрос, когда вы работаете прямо вот по своей, по специальности, которую вы выбрали для себя. Если вы однозначно уже сделали выбор, что вы хотите работать именно в этой сфере, вы пошли на работу там, вас взяли, вам там нравится, вы чувствуете, что у вас там есть возможность роста, и вы успеваете все совмещать, это прекрасно, я рад за студентов, но все равно бы рекомендовал уделять как можно больше времени учебе. И обычно работодатели с большим пониманием относятся к тому, что действительно студенту нужно учиться, и они дают ему эту возможность, при этом обеспечивая хорошую заработную плату и давая интересные задачи, при этом дают ему возможность получить знания. Вот с нами сотрудничает очень много, с факультетом компьютерных наук сотрудничает очень много разных компаний, в том числе Яндекс, Сбербанк, ну, я, наверное, не буду все перечислять, их будет много, я надеюсь, я не обидел представителей компаний, которые у нас есть. Вот, и они как раз сотрудничают потому, что им нужны высококомпетентные кадры, и они финансируют некоторые проекты высшей школы экономики, именно для того, чтобы в России у нас эти кадры появились, и им очень важно ваше образование, и они хотят, чтобы вы учились. Вот, поэтому учитесь. Но если хотите, работайте. Но не рекомендуют. Да, все так. Хорошо. Вы говорили о том, что ФКН сотрудничает со многими компаниями, а есть ли возможность туда попасть на стажировку? То есть не на работу, а на практику, стажировку? Да, конечно. Более того, на самом деле не только стажировку, а можно взять программный проект у сотрудника компаний. Сотрудники компаний регулярно, вот в том числе тех, которых я называл, которые сотрудничают с факультетом компьютерных наук, они регулярно предлагают разные проекты. Причем проекты, видно, ну, не все компании предлагают такие проекты, но вот видно некоторые проекты, которые явно востребованы прямо сейчас. Вот были проекты... Ну, пример. Ну, можно не без названий, а, в общем, рассказать. Ой, ну, я не вспомню сейчас название. Мне интересно, что востребовано прямо сейчас. Давайте без конкретики. Нет, тем не менее, вот от Росфинмониторинга были проекты, которые явно вот прямо вот там исследование, использование анализа данных для исследования там криминогенной ситуации в каких-то регионах, да, и вот это проекты, для которых, очевидно, нужны специалисты, и даже студентам предлагают принять в них участие. И отдельные вопросы о том, будет ли у студентов доступ к данным, которые им придется анализировать, ну, вот это отдельный вопрос. Тем не менее, тем не менее, вот такие проекты предлагаются, которые действительно явно... Там человек будет заниматься тем, что действительно сейчас нужно, вот прямо настоящей работы. Его работы не будет как вот песочницы, а потом действительно будет применяться. Вот. Но, значит, действительно можно, можно взять такой проект и над ним работать. И это будет в рамках программного проекта, то есть как вот курсовая работа студента с руководителем из этой компании, которому как раз нужен будет результат прежде всего. И он вас оценит по тому, насколько хорошо вы поработали. Так что, если хотите что-то прям прикладное, можно взять себе такой проект. А вы сейчас чем-то занимаетесь, чем-то именно прикладным? Может быть, тоже участвуете в проектах? Вы имеете работу или там, не знаю, у нас просто на втором курсе курсовой проект. Расскажите о нем. Вот, кстати, Валентин упомянул, что с нами сотрудничает, с ФКН, сотрудничает много компаний. Вот у меня курсовой проект от МТС, у нас ментор. Наверное, не стоит вдаваться в подробности, как он называется, но скажу вот, что проект связан больше с конструированием высоконагруженных систем, которые используются просто повсеместно. Что Яндекс, ВКонтакте, высоконагруженные системы, которые поддерживают большой поток пользователей, большой поток, не знаю, транзакций. Вот в Сбербанке же много переводов ежеминутно происходит. Плюс в этом проекте в том, что нам вот, кстати, сказали, что мы будем рассматривать вас как работников, как то ли стажеров, то ли работников, я, честно говоря, не помню, после этого проекта. Потому что за время проекта будут проверяться наши компетенции, будет составляться какое-то портфолио, какой-то отзыв о студенте. Но в целом мне очень нравится тот проект, который я выбрал, потому что я чувствую, как будто это мое, что я получаю удовольствие. А то я знаю, что некоторые не очень любят делать курсовые проекты. У нас же еще будет ВКР на четвертом курсе, это выпускная кавалификационная работа, по-моему, да. Но мне моя курсовая работа нравится, хотя времени недостаточно. Ну и что, сотрудничаем мы с хорошей IT-компанией. Валентин, много говорили о математике, о важности знания математики. Верно ли это, что поступать вам нужно тоже с высоким уровнем знания математики? Пожалуй, я сразу скажу, да, все-таки понимаете, что это очень приветствуется. Да, но сейчас у нас программа новая, поэтому у нас, у абитуриентов, у вас, есть широкие возможности для поступления. Тем не менее, важно понимать, что учеба у нас интенсивная. Это полноценный только лавриат. Да, очень интенсивная. И нужно сразу настроиться на серьезную работу. Нужно настроиться на серьезную работу и на понимание того, что от вас будут требоваться знания, как... Точнее, нет, от вас не знания будут требоваться, от вас будет требоваться эти знания усваивать. И уметь применять. И если у вас есть фора, это вам поможет. Если фора нет, значит, вам нужно будет... Фора в виде знаний математики. Да, по математике и по программированию. Вот знания программирования тоже очень важны. У нас программирование на программе на высоком уровне, и требования достаточно серьезные. Вот Гордей со мной согласен. Так что вот это очень сильно поможет. Это очень сильно поможет. Но если таких знаний еще мало, это совсем не значит, что, ну, значит... Это не будет являться препятствием для поступления. Это не будет являться, и, конечно же, это не будет препятствием являться при обучении. Вам все расскажут так, как будто вы этого ничего не знали. Построят математику, строят так с нуля. Потому что, ну, на самом деле, чтобы построить крепкое здание, нужно построить сначала крепкий фундамент. И вот дискретная математика, она как раз один из тех предметов, который вот этот крепкий фундамент строит. Такие вот основные язык математики и принципы математические, принципы математического мышления, они будут поставлены прямо с самого нуля. Тоже теоремы все доказываются. И на курсах программирования тоже материал преподавателей стараются... По крайней мере, я даю такую установку, чтобы преподаватели давали материал так, чтобы даже человек, который не подготовлен, мог это все воспринять. Просто темпы восприятия будут, конечно, выше, должны будут быть выше, чем у тех людей, которые уже этим материалом обладают. А на старших курсах есть возможность выбора индивидуальной траектории? Две, по-моему, у вас. Да. Да. Если на младших курсах, на первом и втором, основной набор дисциплины, это вот дисциплины обязательные, входящие в учебный план, потому что как бы в начале, на начале траектории вот этого построения здания, знаний, нужно действовать по четкому плану, то потом, конечно же, уже у студентов появляются предпочтения, и на третьем курсе настаёт время выбирать специализацию. И вот у нас пока две самые популярные специализации с двух самых больших программ факультета компьютерных наук, это прикладная математика и информатика, оттуда мы взяли специализацию машинного обучения. И вторая специализация с программной инженерии, с неё мы взяли вот промышленную разработку. Да, промышленную разработку. Первое, понятно, на что, машинное обучение. Думаю, в основном сейчас все понимают, про что это. Второе, это вот больше про такую разработку, про то, как создать качественный софт, да, как его смоделировать, да, вот про разработку в таком общем, в общем, таком широком понимании. А где могут работать ваши выпускники? Ну, в университете, в принципе, нет никаких границ после завершения образования, да, нет никаких границ для выпускников. Можно пойти работать куда угодно. Конечно, ну, и вот в специальности, которая как-то связана с компьютер-сайенс. Вот. Но, опять же, когда вы выбираете специализацию, вы, наверное, выбираете некоторый акцент, некоторый вектор вашего развития. И можно пойти работать специалистом по машинному обучению, можно пойти работать специалистом по анализу данных, можно пойти в разработку. это вот такие именно направления. То есть и финансовый сектор, и сектор, где нужно как-то работать с большим количеством данных. И это и банки, и крупные эти компании, и мелкие эти компании, и огромный, огромный список. И, конечно же, число компаний, которые сейчас будут использовать эти технологии, оно только растет, и специалисты могут пойти работать в любую из них, да. Но при этом диплом будет государственного образца. Да. Четыре года обучения. Да, да, конечно. Это просто диплом лучшей школы экономики. Диплом, да, государственного образца, такой же, как и на остальных программах. Наша программа, она онлайн, обучение проходит онлайн, но у нас очная программа со всеми льготами, которые полагаются в очной программе. То есть это, например, отсрочка от армии, даже, например, льготный проезд на общественном транспорте. Да, социальная карта. Да, социальная карта. Пропуск. Можно получить пропуск и заходить в кампусы вышки в тех городах, в которых они есть. Ну и остальные льготы студентов очной программы. Да. Ребят, вы обучаетесь на онлайн-программе. Чем это нравится, помимо того, что, ну, дает какое-то дополнительное свободное время? Ну, я могу начать, как уже сказал, с того, что есть мобильность. Отсюда и появляется много свободного времени, что ты можешь заниматься из любой точки мира даже, скажем так. Главное, чтобы была связь интернет. Вот. И, ну, во-первых, это экономит время на дорогу, особенно для людей, которые живут далеко. это дает гибкость в твоем графике. Ты можешь, рекомендованно, не работать, но даже если ты работаешь, и у тебя не получается попасть на пару в то время, когда она идет в реальном времени, то ты можешь посмотреть, что записи. Это, ну, опять-таки, дает гибкость. Потом, что я могу сказать? Онлайн просто много вещей можно дать онлайн. Хорошо. Может, ты хоть что-то и сказать, Дима. Хорошо. Дмитрий, а что вам не нравится в онлайн-формате? Я бы хотел сначала добавить, что мне нравится на онлайн-программе, что у нас большое количество конспектов, которые мы можем, вот, как раз мобильность взял, едешь где-нибудь, открыл, прочитал, просто носишь самую, там, допустим, планшет или ноутбук, все, у тебя вся учеба с тобой, то есть никакие там ни тетрадки, ничего. В научных программах, конечно, тоже используют планшеты. Метел на кампусных. Да, да, на кампусных. Ошибся. Но у нас, так как все в онлайне, нам приходится много конспектировать, что-то мы делаем вместе. В общем, это тоже большой плюс. По поводу минусов, я бы сказал, что их совсем немного. Наверное, только социализация, ее меньше, чем на кампусной программе, но это вполне исправимо, потому что у Вышки проходит очень много активностей. Можно и на квиз прийти, и в мафию сыграть. А, по-моему, есть даже чайный клуб у Вышки. Я где-то видел эту новость в ВКонтакте, по-моему. Вечер кино, фестивали. Я еще читал, что студенческие группы или студсоветы, могу ошибаться, периодически где-то раз в месяц устраивают какие-то вечеринки. Причем что на ФКН, что на других направлениях. Я думаю, что у онлайн-программы мало прям таких вот значительных минусов. Это надо заставить себя сесть, вот перед тобой компьютер, и заставить себя делать уроки, предметы слушать. Просто самодисциплина очень важная, как и всегда во время обучения это важно. Но здесь не то, чтобы есть много людей и окружения, которые тебя заставляют это делать. Если ты находишься дома, тебе нужно заставить себя сесть, заставить себя делать уроки, слушать лекции, потому что если ты отложишь одну, ты отложишь вторую, третью, и так можно пропустить много всего. Так делать не надо. Вот. Учитесь в свое удовольствие и учитесь как можно больше. Да, надо еще добавить абитуриентам, что в ВУЗе как раз-таки уже начинается взрослая жизнь, и тебя за ручку не будет никто водить. То есть, если ты что-то не сделал, как в школе, не получится там потом что-то донести, ну, зачастую у нас жесткие дедлайны, и нужно в срок приносить материал или что-то не выучил. То есть, ВУЗ, это прям первый, наверное, жизненный урок после школы. Серьезный. Как Гордей сказал про ответственность, безусловно, нужна большая выдержка, чтобы просидеть там шесть часов, четыре часа и проучиться просто вот освоить этот материал, что-то записать, что-то там спросить. Большинство, наверное, думает, что онлайн-программы я посмотрю так, в фоне включу и буду там, не знаю, играть или что-то смотреть. А на первое время, может, на первом курсе, первый месяц, там, может быть, еще несколько месяцев спустя, это будет работать, пока материал будет достаточно легкий. но потом это превратится в большую трудность для тебя и можно вполне получить пересдачу по какому-то предмету. Поэтому, безусловно, нужна самодисциплина. Да, и как обсуждали, все программы вообще построены так, что те знания, которые ты получаешь раньше на математике дискретно тоже. Вот мы сейчас изучаем графы на программировании и без того, что мы изучили раньше, никак. Если ты пропустишь немного, это будет огромный труд нагнать все уже потом. Объясните для непосвященной публики, что такое графы на программировании? Думаю, объясните. Нет, я уже не помню. Вырежем этот момент, да? Давайте я скажу, что такое граф. Графы это очень просто. Это просто точки и отрезки, которые их соединяют. Точки называются вершинами графа, отрезки называются ребрами графа. Но я когда говорю точки и отрезки, вы воображаете себе геометрический объект, а на самом деле мы можем представить абстрактные объекты, то есть вот какие-то элементы, множество, да, вот элементы просто, и связи между ними. Например, графом можно считать следующий объект, это вот люди, да, пользователи социальной сети. Это вершины графа. А ребрами мы соединяем тех людей, которые друг с другом знакомы, которые добавились друг к другу в друзья. И вот у нас получается такой вот большой граф социальной сети, где ребра проведены между теми вершинами, которые соответствуют людям, которые знакомы. И это используется для анализа, конечно, социальных сетей, и не только графа, очень много где используется, очень прикладной объект. Почему он прикладной? Потому что он позволяет вам как бы визуализировать данные. Вот у вас данные, так могут быть, видеть списка, да, те же пользователи, своих ID, и дальше списком огромное количество людей, на которых они подписаны. И вот у вас будет такой огромный список, который вам сложно проанализировать. А если вы, например, хотите найти какую-нибудь группу людей, которые все друг с другом знакомы, вот визуализировать это очень легко с помощью графа. Вы точки просто рисуете, пишете меточку, там, Петя, Вася, дальше рисуете, ребрами соединяете, кто с кем знаком, и все, вы сразу видите, вот какой-то такой кусочек, где все друг с другом знакомы. Да, это такая вот часть графа, там клик и называется, где, когда все друг с другом знакомы. Наверное, самое явное применение графа, это построение маршрута, вот, когда заходим в приложение, вызвать такси, или построить маршрут из точки А в точку Б, мало того, что мы просто строим граф, вот у нас несколько точек, нам можно так проехать, можно так проехать, так мы еще ищем кратчайший маршрут, это отдельные алгоритмы, алгоритмы Дейкстра, если не ошибаюсь, Форда Беллмана, нет, по-моему, это не тот алгоритм, ну, в общем, построение наикратчайшего маршрута тоже используется, вот, с применением графа. Да, да, но есть в той же теории графов задачи, которые алгоритмически очень сложные, то есть, вот, например, построение кратчайшего маршрута, на самом деле, по ребрам графа, задача, которая алгоритмически решается очень сложно, если карта будет достаточно большая, чтобы найти кратчайший, там, маршрут, который проходит по всем, там, вершинам графа, и, значит, запустить этот алгоритм, который ищет такой, ну, давайте, не кратчайший путь, а вот просто путь, который проходит по всем вершинам графа, ровно по одному разу, такой оптимальный маршрут доставки в Яндекс, там, не знаю, Еде, допустим, для доставщика, чтобы он по адресам не заезжал дважды. Вот, оказывается, что это Гамильтонов путь называется в графе, и оказывается, что его алгоритмически найти очень сложно. Если карта будет очень большая, вы запустите алгоритм поиска на компьютере, поиска такого пути, то он может проработать очень долго, очень долго, это в смысле, если достаточно большой граф, там, несколько лет, там, и понятно, что это не разумно. Вот, но вот в математике как раз и позволяет вот эти задачи, которые алгоритмически сложные, долго решаются алгоритмически, это вот сейчас, даже такой важный момент я должен отметить, это не значит, что в принципе нельзя найти алгоритм, это пока как раз таки не доказано, а в математике утверждается, что пока все известные алгоритмы, которые есть на данный момент, поиска такого пути, который в графе проходит по всем вершинам по одному разу, он работает в некотором смысле долго, и короткая реализация этого алгоритма, она пока не найдена. Вот, и это открытая задача, я ее сейчас сформулировал максимально не строго, вот, в курсах я формулирую ее построже, но для этого просто нужно мне прочитать несколько семинаров, вот, к сожалению, пока... Это будет наш следующий подкаст, следующий подкаст, да, значит, тем не менее, можно найти не оптимальное решение, а какое-то решение, да, которое тоже в этом формате будет оптимальным, да, в каком-то формате будет оптимальным, вот конкретно с путями, может быть, так не получится, но вот такие задачи есть про раскраску графа, вот раскраска графа тоже такая же прикладная задача, и алгоритмически такая же сложная, вот, так что, и тут можно, как бы, не оптимальное решение, не самое лучшее решение найти, а какое-то хорошее решение, оптимальное, которое может быть быть не идеальным, но тем не менее, даст вам возможность решить задачу, то есть, не самый короткий путь для доставщика, но очень хороший. Хорошо, давайте поговорим о поступлении на программу, то есть, как вам можно поступить, какие экзамены задавать, когда, и что вообще делать абитуриенту, будущему абитуриенту, если вот он захотел поступать на компьютерной науке и анализ данных. Да, надо сдать ЕГЭ по математике, обязательно, по русскому языку обязательно, и дальше можно на выбор сдать ЕГЭ по информатике или по физике. А проходной у нас балл сейчас, ну, поскольку программы новые, еще не такой высокий, вот из 300 баллов у нас в прошлом году было 200 баллов проходной. И вот, собственно, это по баллам единственное требование. Вот, но важно, что студент, студент, который идет к нам на программу, он должен понимать, что ему, что у нас действительно интенсивное обучение, оно идет, насыщенная, насыщенная программа, много курсов, они сложные, учиться у нас нелегко, и вот надо сразу настроиться на эту работу и сразу подготовиться к тому, что на вас будет ответственность за то, насколько качественно вы воспринимаете знания. То есть если, и нужно понимать, что онлайн-формат вам подходит. Онлайн-формат должен вам подходить, если он не подходит, если вы действительно не можете сами себя мобилизовать, как-то посмотреть полезную информацию не только то, что завлекает, то и вам скорее нужно не то, чтобы там запись занятия была, а то, чтобы вас заставили на это занятие прийти, вынудили потом на этом занятии послушать, то тогда... Разбудили. Да, разбудили, то вот тогда онлайн-формат скорее не подойдет, если нет у студента возможности самого себя мобилизовать. А если наоборот вам важнее не чтобы вас там палкой били, заставляли заниматься, а чтобы вас после занятия остался материал, который вы можете пересмотреть, посмотреть на какие-то отдельные моменты, пересмотреть запись занятия, или может быть посмотреть на более высокой скорости самостоятельно потом. Если вам важнее, чтобы остались материалы, а ресурсы на организацию у себя у вас есть, и вы такая личность, то тогда, конечно, онлайн-обучение для вас будет плюсом большим, потому что всегда после занятия остаются не только то, что вы успели написать на семинаре за семинаристом или на лекции за лектором, а вообще вся запись занятия, ее можно всегда пересмотреть. Хоть наша программа и платная целиком, тем не менее, у нас есть скидочные места. В этом году у нас будет одна скидка 100%, две скидки 50%, и четыре скидки по 25%, и они будут распределяться в зависимости от рейтинга при поступлении, а потом в дальнейшем от рейтинга во время обучения. И вот как раз рейтинг получается, исходя из ваших баллов по ЕГЭ и исходя из ваших олимпиадных успехов. То есть хорошо учиться, это и выгодно. Хорошо учиться, выгодно. Коллеги, большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok